Меня зовут Анджум Ананд. Я автор рецептов и повар. И моя задача показать людям, что готовить индийские блюда просто. Очень вкусно. Какое самое простое блюдо из капусты? В Великобритании мы любим индийскую кухню, но многие считают, что она вредна и высоко калорийна. Наряду с сотнями миллионов индийцев я ем индийскую пищу каждый день, но использую мало масла и свежие продукты, что не позволяет мне набрать лишний вес. И вы не должны жертвовать вкусом ради пользы. Специи так хорошо впитались, что придало блюду изумительный вкус. На этой неделе я побываю в отеле Чарлтон Хаус, известной здоровой пищей. Я надеюсь, что гостям, заботящимся о своем здоровье, понравятся мои новые рецепты. Быть полезной, я думаю, вряд ли. Переубедить шеф-повара Элайши Картера в том, что индийская пища может быть легкой и полезной, думаю, будет непросто. Очень остро. Индийская кухня. Готовим просто. В бешеном ритме жизни и постоянной гонке я пытаюсь найти баланс и насладиться моментами полными умиротворения. Посещение храма дает мне возможность задуматься и осмотреться. Я индуска, и именно вера учения сформировала многие мои идеи о здоровой пище. Я люблю вегетарианскую пищу, и именно она подается в храмах прихожанам. В результате Индия имеет многовековую традицию приготовления вегетарианских блюд. В древних манускриптах часто упоминалось о здоровом питании. Сейчас о принципах здорового питания мы знаем из философского учения Айурведы, которые и определили мой образ жизни и питания. Я очистила зерна. Наш организм тоже нуждается в регулярном очищении. Я готовлю кашу кхичри по своему рецепту из чечевицы и риса, которые Айурведы считают зернами очищения. Бросаем тмин. Айурведа – пособие по ведению здорового образа жизни, которое передавалось из поколения в поколение, а сейчас Айурведа становится весьма популярна. Немного чеснока, имбирь, гарам масала, кладем совсем немного, перемешиваем. Кхичри стала излюбленным блюдом британской короны из-за пользы чечевицы и простоты рецепта. Чечевица, рис и вода. Чечевица богата белками и способствует пищеварению. К примеру, вы можете три дня подряд есть это питательное блюдо и при этом чувствовать себя великолепно. Моя двухлетняя дочь любит кхичри. Я уверена, большинство индийских семей употребляют это блюдо в разных вариациях несколько раз в неделю. Куда мы сейчас пойдем? В сад. Ты хочешь пойти в сад? Хорошо, пошли. Возможно, я убедила вас, но убедить гостей отеля Чарлтон Хаус, заботящихся о своем питании, что индийская кухня хороша для всех, будет нелегко. Этот ресторан использует самый органический продукт и известен тем, что в нем не готовится блюдо из коммерчески выращенного зерна. Вместо этого они выращивают собственный урожай. Эта пшеница идеальна для диетического питания. Это место прекрасно для расслабления. Но не для всех. Надо добавить специи, срочно обжарьте их, пожалуйста. Через минуту блюда нужно подать. Шеф-повар Элайша Картер заработал отличную репутацию для ресторана-гостиницы. Одно яйцо, одна утка, две порции супа. Да, шеф. Вряд ли вы найдете более здоровую пищу, чем здесь, и увидеть в меню блюда из индийской кухни вы ожидаете меньше всего. Я собираюсь бросить вызов и доказать всем, что индийская пища действительно может быть полезной. Говоря об индийских блюдах, могу сказать одно, что даже после употребления супа и каши чувствуется тяжесть в желудке, у тебя возникает такое чувство, что тебя надули, как шар. Быть полезной, я думаю, что нет. Вряд ли. Вряд ли. Кажется, переубедить Элайшу, что мои индийские блюда на самом деле легкие и полезные, будет трудно, но я попробую. Чтобы переубедить меня, следует приготовить идеальное блюдо. Привет, Анджум. Привет, Элайша. Я обязана приготовить диетическое блюдо, чтобы оно соответствовало стилю Элайши. Ты наденешь нашу униформу? С удовольствием. Мне нравится порядок. Правда? Правда. Но сначала я хочу вкусить дух соперничества. Ты специально это приготовил? Да. Сейчас попробую. Выглядит аппетитно. Ты чувствуешь, что блюдо не острое? Не острое? Вообще не острое. На самом деле вкусно, но мои блюда совсем другие. Блюдо нежное, сливочное, в европейском стиле. После диетической пищи, поев индийское блюдо, ощущаешь сильную тяжесть. Сейчас я приготовлю индийское блюдо, очень легкое, и когда ты попробуешь его, тебе оно понравится. Я принимаю твой вызов. Элайша? Да. Обычно перед приготовлением капусты многие отваривают ее или обдают кипятком. Я же хочу сохранить полезные свойства капусты. Так. Поэтому ничего с ней заранее не делаю. Я сразу нарезаю ее соломкой. Позволь, я помогу? Очень мило с твоей стороны. Мне стоит благодарности. В Южной Индии в это блюдо кладут очень много специй, но мы добавим специй совсем чуть-чуть, чтобы придать аромат. Положим перец чили. Возьми на вооружение, что чили очень полезен при метаболизме. Через три часа после еды пища полностью переваривается, и приверженцы здорового питания должны знать об этом. Специи. Итак, сковорода разогрета. Приступаем к приготовлению. Мы налили столовую ложку подсолнечного масла, зерна кунжута, арахис, немного чечевицы, красный перец. Специи дадут сейчас аромат и пропитают им чечевицу. Не подашь капусту? Конечно. Еще или достаточно? Достаточно. Постоянно мешать не следует, она не должна развалиться и быть готова наполовину. Понятно. Сохранить свои свойства. Листья карри. Понюхай карри. Фантастический аромат. Сразу вспоминается Индия. Потрясающе. Пожалуй, готово. Ну давай, говори. Говори, что думаешь. Вкусно. Правда. Что-нибудь подобное ты готовишь из капусты? Просто потрясающе. Попробуй. Здесь только капуста, специи и капуста. Вкусно. Правда, я удивлен. Действительно, очень удивлен. Возьму рецепт на вооружение. Обмен рецептами, по-моему, начало многообещающее. Я настроена на победу, поэтому я долго выискивала экстравагантные вегетарианские блюда. И решила адаптировать южно-индийское блюдо под названием авиал, заменив индийские овощи сезонными британскими овощами, щедро сдобрив его зелеными бобами, горохом и морковью. Невозможно представить индийскую кухню без блюд из чечевицы, поэтому я приготовлю отменный дал по-бенгальски с хрустящим гарниром из бамии. Чечевица богата белками, поэтому она с легкостью заменяет мясо. И если гости пожелают отведать что-то неординарное, я предложу им любимый семейный десерт шерикант, нежный йогурт, приправленный пряным шафраном и украшенный фруктами и орехами. Это здоровая, сбалансированная и полезная пища, достойная стать победителем. 80% индийцев – индусы, и половина из них не употребляет мясо. Поэтому вегетарианство в Индии – образ жизни. Я считаю, вегетарианская пища является самой легкой. У нас огромнейшее разнообразие вегетарианских блюд, благодаря сложившимся многовековым традициям. Доса – южно-индийское блюдо, очень популярное. Легкий несладкий блин, сделанный из теста чечевицы и риса, наполненный внутри пряным картофелем. Ничего подобного Елайши не включает в свое меню, но я хочу угостить его самой лучшей досой в городе. Блин для досы. Секрет в том, что тесто быстро и гладко надо распределить по горячей плите. Калпана уже 19 лет готовит досу. На самом деле, блин не так легко приготовить, как кажется на первый взгляд. Картофельная смесь приправлена листьями карри, которые придают блюду запах Южной Индии. Просто удивительно. Это доса. Потрясающе. К ней подают самбар и мятный соус. Самбар – типичная подлива для Южной Индии, приготовленная из чечевицы и овощей с добавлением фиников. Идеально сочетается с досой. Можно попробовать? Конечно. Подливу готовят из разных овощей. Здесь мы видим традиционные индийские овощи. Похоже на огурцы. Это не огурцы. Снаружи он твердый. Надо изнутри высасывать мякоть, оставляя жесткую кожуру. Попробуешь? Аккуратно. Ну? Да уж. Овощи не понравились. Попробуй без овощей. Необычное блюдо, но не в моем вкусе. Блюдо очень интересное, но довольно-таки острое. Остроту самбара смягчает немного сладковатый картофель. Попробую так. Все равно остро. Но вкусно. Мне не остро. Потому что ты уже привыкла к острой пище. Возможно. Я могу попробовать приготовить блин сам. Конечно. Можно нам? Да. Самим приготовить. Ты первая. Хорошо. Одну полную ложку? Да. Не знаю, получится ли у меня. Так. Я чувствовала себя естественно, помогая Калпани готовить. На самом деле все не так просто, как кажется. Теперь твоя очередь. Желаю удачи. Кажется, у Елайши не получилось. Как быть с моим блином? Первый блин комом. Ты налил мало теста. Твой блин не получился. Будучи шеф-поваром, у тебя не должно возникать подобных трудностей в приготовлении. Тем более ты кормишь тысячи людей. Ты должен чувствовать интуитивно, сколько чего класть. Что вы скажете? У кого лучше? Этот блин хорош. А этот? А этот? Тоже неплохой. Основа ДОСа чечевица. Отличный способ насытить организм белком, но сложен в приготовлении. Поэтому получить норму белка можно и в домашних условиях, приготовив обычный ДАЛ по-бенгальски. ДАЛ тоже готовится из чечевицы, однако он настолько прост, что вы сами можете в этом убедиться. ДАЛ по-бенгальски. Смотри внимательно. Хорошо. Я выкладываю чечевицу на сковороду, добавляю воду. Если ты знаешь, в Индии существует очень много разных рецептов из бобовых. Чечевицы, гороха, фасоли. Я слышал, что чечевицу разделяют на северную, восточную и западную. Как это понимать? В зависимости от присущего ей аромата. Поясни. Например, на юге в нее добавляют много листьев карри, тамаринт. В северной Индии добавляют зерна тмина, томатную пасту, много лука. Кладем немного куркумы. Это сладкий восточный ДАЛ. Бенгали славится тем, что добавляет сахар в несладкие блюда. Оставим чечевицу вариться на 60 минут. Пусть она напитается ароматом. Чечевица с исторических времен была неотъемлемой частью нашего рациона. Она растет в стручках, как горох. Из нее делают муку, ее можно проращивать и употреблять с салатом. Существует множество сортов чечевицы, таких как чанадал, индийская фасоль, масурдал, мундал. Красная мягкая чечевица подходит для супов. Более твердая чечевица, как мунг, сочетается хорошо с мясом и курицей. Неудивительно, что чечевица всегда была основной пищей для индийских вегетарианцев. Итак, чечевица стала мягкой. Сейчас я добавляю порошок кориандра. Сколько? Одну чайную ложку. Затем немного гарам масала, это острая специя. Сахар. Сколько сахара? Две чайных ложки. В Бенгалии добавляют больше, но я нашла компромисс с бенгальцами. Оставляем вариться. Сейчас я разогреваю гхи. Гхи – это топленое масло. Оно производится при более высокой температуре, чем другие масла. Как масло называется? Оно называется гхи. На нем мы будем делать поджарку. Поджарку? Поджарку. Поджарку. Поджарка, то есть обжаривание вместе разных специй на масле. Все понятно. Нам понадобится пять штук кардамона, пять штук гвоздики, немного кориандра, черный перец горошком, зерна тмина, лавровый лист. Готово? И чили. Чили. Все готово. Не совсем. Тебе нужна еще тарелка? Да, сейчас. Сыпь сюда. Сначала я бросаю тмин. Хорошо, бросай. Лавровый лист. Бросай. Можно не так активно, пожалуйста. Хорошо, я постараюсь. Иначе специи разлетятся в разные стороны. Все нормально. Я добавляю стружку кокоса, продолжаем обжаривать до коричневого цвета. Смотри, что у меня. Что это? В данный момент палочка-выручалочка. Отлично. Хорошо. Можно мне? Конечно. Прости. Начинает подгорать. Пора уже снимать. Да, думаю, готово. Выкладывай прямо вдал. Знаешь, как делают в Индии? В Индии немного берут чечевицу, кладут на сковороду и так поворачивают, чтобы чечевица выбрала в себя остатки специй. Все должно идти в дело. Что делаем дальше? Накрывать? Накрываем крышкой. Пусть пропитается специями. Когда мы откроем крышку, произойдет выплеск. Взрыв. Невероятный взрыв. Потрясающего аромата. Великолепно. Какой потрясающий запах. Давай попробуем. Давай. Держи. Положи себе. Вкусно. Традиционное бенгальское блюдо. Знаешь, что в блюде нет ничего необычного. Простая чечевица и специи, но вкус получился изумительный. Простое блюдо. Очень простое. В нем ничего лишнего. И абсолютно не острое. Действительно очень вкусно. Стресс для организма на часах всего полпятого утра, а лондонский овощной рынок Сау Холл уже открыто работает. Если Элайша решит включить мои блюда в меню, он должен знать, что покупать и где. Что это такое? Что именно? Вот это. Вот это? Да. Это карамболи. Британцы в основном используют кабачки и цукини. Индийские повара применяют все из семейства тыквенных. Мы используем бутыльную тыкву. Что еще? Тыкву мамардику. В последнее время во многие страны начали поставлять всевозможные овощи и фрукты. Они пользуются спросом. Смотри, молодой кокос. Что там внутри? Наверное, семена. Нет, кокосовое молочко. Можно попить кокосовое молоко. Конечно, одну минуту. Не желаешь попробовать? Даже не знаю. Попробуй. Два кокоса, пожалуйста. Как интересно. Да. Срезаю верхушку. В Индии просто обожают прохладное кокосовое молочко. Спасибо. За тебя. За тебя. И удачу. Да, приятный вкус. Сладкое. Это не кокос, а кокосовое молочко. Невероятно превосходный вкус прохлады. Мне нравится, мне нравится. Прошу прощения, это редис? Верно, да. Корень дайкона с вершками. Его поставляют из Индии? Нет, нет, его выращивают здесь. Видите, какой он свежий, его вытащили из грядки сегодня ночью. Серьезно? Потрясающе. Знаешь, что в Индии мы делаем с ним? Мы едим листья. Еще их добавляют в различные блюда. Используют в салатах. Вкус немного горьковатый. Горечь присутствует. Думаю, такой вкус сделает богаче блюдо из баклажанов. Конечно, можешь попробовать. Обязательно. Наши вкусовые рецепторы гудят. Сейчас самое время использовать энтузиазм Илайши. Приступить к приготовлению моего первого блюда. Авиал из Южной Индии. Авиал. Лови. Порежь, пожалуйста, полукольцами лук. С удовольствием. А я бросаю семена тмина. Только семена тмина? Ты не хочешь, чтобы блюдо было острым. Поэтому смотри, я буду использовать только две специи. Бросай лук. Здорово. И опять несколько стручков чили. Они нужны только для придания аромата, поэтому мы не будем их резать. А бросаем целиком. Отлично. Кладем картофель. Затем морковь. И совсем немного куркумы. Сейчас я накрою крышкой и ненадолго ставлю. Продолжим, когда овощи пропитаются ароматом. Дальше, если не трудно порежь огурец пополам, ложкой очисти от семян. Только от семян? Только от семян. Нам нужен огурец без семян в кожуре. А я пока займусь приготовлением пюре. Нежные хлопья кокосового ореха. Чеснок и имбирь. Они наполнят изумительным ароматом наше овощное блюдо. Достаточно. Готово. Кокосовая паста. Бросаем огурец. Стручковую фасоль. Перемешиваем и оставляем тушиться на 10 минут. Выкладывай пасту. Всю выкладывать? Да, всю. Ты что ищешь? Куда мы положили листья карри? Сейчас я брошу их. Отлично. Замечательно. Все, достаточно. Спасибо. Подай, пожалуйста, горох. Конечно. И в завершение добавляем йогурт. В Индии йогурт применяют практически в каждой семье. Он богат кальцием и хорошо смягчает остроту специй. Честно говоря, выглядит аппетитно. Согласна. Я хочу, чтобы ты попробовал огурец. Хорошо, только я закрою глаза. Это действительно изысканное блюдо. Отведав его, вы поймете, почему половина населения Индии – вегетарианцы. Оно идеально для диетического меню Элайши. Предлагаю сейчас поговорить о нашем пудинге. Йогурт – прекрасное дополнение к несладким блюдам, но из него можно приготовить и восхитительный десерт. Ширикант очень прост в приготовлении и абсолютный лидер на званых обедах. Ширикант. Выложите йогурт хорошего качества на дуршлаг и оставьте на всю ночь, чтобы из него вышла жидкость. О, Анжун, ты творишь чудеса. Удивительное превращение. После того, как стекла жидкость, йогурт стал плотным и твердым, похожим на сыр. У нас прекрасная основа для дальнейших действий. Итак, добавляем немного сахара. Сахарной пудры. Сахарной пудры, потому что сахар будет чувствоваться на зубах. Возьми, пожалуйста, немного фисташек. Мы сделаем отличную ореховую стружку. В Гуджерате обожают сладкие фруктовые десерты. Там десерт подают как гарнир к главному блюду. Кладем немного обезжиренных низкокалорийных хлопьев. И мой любимый ингредиент – шафран. За шафран велись ожесточенные битвы. На протяжении столетий шафран ценился на вес золота и был даже дороже его. Бросаем шафран в молоко на 10 минут. Известно, что Александр Македонский использовал шафран для заживления ран. У нас получился замечательный раствор. Какой красивый цвет. Просто удивительный. Десерт получился на слабу. Теперь все смешиваем. Вот и все. Теперь выкладываем в розетки. Столько? Достаточно. Много не надо. Сверху кладем орехи. Немного фисташек? Немного фисташек. Еще красные сладкие сочные зерна граната. Можно попробовать? Обожаю этот десерт. Просто идеально. Что ты скажешь о десерте? Десерт получился изумительный. Мне кажется, что этот рецепт достоин быть в меню ресторана. Кстати, он легкий и полезный. К тому же очень-очень вкусный. Согласна. Кажется, я убедила его. Мне нравится. Да. Теперь задача Элайши научить поваров готовить новые блюда. Осталось реализовать последнюю идею. Я приступила к приготовлению хрустящего гарнира из бамии. Бамия также известна под названием «дамские пальчики». На хинди она называется «бхинди». Хрустящие пряные бамии. Бамии на самом деле скользкие. Но я приготовлю их так, что они станут хрустящими и невероятно нежными. Благодаря добавлению гороховой муки бамия становится хрустящей. Сверху я посыпаю порошком высушенного манго и черным молотым перцем. Заметили? Вовсе не скользкие. Хрустящие пряные бамия. Блестящий гарнир к нашей сливочной чечевице. И отличный контраст к более нежным и мягким овощам авиал. И чудесный освежающий шерикант на десерт. Итак, настал ответственный день. Изменения в меню ресторана Чарлтон Хаус доказывают, что индийская пища может быть легкой и полезной. Надеюсь, что гости отеля оценят перемены. Изменения в меню всегда происходят напряженно. Сегодня я доготовился всю ночь. Конечно, сейчас мне лучше всего расслабиться. Мне надо набраться сил перед битвой. Где рис? Рис! Вот он. Напряжение возрастает, и Елайша дает срочное распоряжение. Отвори два с половиной стакана риса, скажешь, когда рис будет готов. Действуй. Гости ресторана занимают столики. Настал момент истины. Гости изучают меню, а Елайша до сих пор изучает рецепты. Гороховая мука. Да, гороховую муку смешать с обычной. Приготовление в ресторане проходит намного напряженнее, чем приготовление обеда дома. Бами уже обжаривают. Так. Чечевица варится. Хорошо. Дальше овощи почищены и порезаны кусочками. Отлично. Десерт. Основа из йогурта в нужном состоянии. У тебя все под контролем. Ты ведь шеф? Конечно, под контролем. Елайша, ты отлично справляешься. Чечевица скоро будет готова, и Елайша приступает к блюду овял. Я все правильно сделал? Ты забыл сначала бросить семена тмина? Действительно забыл бросить тмин. Ты ведь знаешь рецепт. Скорее всего, сказывается волнение. Возможно. Ну, ничего. Итак, я бросаю семена тмина. Смотри, чтобы не подгорели. Я стараюсь не допустить этого. Если специи подгорают, они начинают горчить. Подожди, покажи. Я не вижу перца чили. Здесь написано бросить перец чили. О, мой дорогой. Чили необходим. Он убивает лишние запахи, придает аромат блюду. Пока не поздно, положи перец. Вначале случаются небольшие ошибки, поэтому Елайша переключил свое внимание на приготовление индийских лепешек. Пожалуйста, попробуй. Как ты готовил? Это мой собственный рецепт индийского хлеба. Попробую. Выглядит грубовато. Чьи лучше, твои лепешки или мои? Мои, но твои лепешки тоже хороши. Правда? Конечно, ты постарался на славу. Значит, мои лучше? Может. Лучше не будем сравнивать. Очень вкусно. В добавлении кокосовой стружки лука и чеснока завершают овел. Все правильно. Теперь пора преподнести дал. Да, очень хорошо. Отлично. И, наконец, хрустящие бамии дополняют овощи. Так, выложи на край. Ну как? Кажется, здорово. Ты заслуживаешь похвалы. Элайша рисковал репутацией, предлагая новое меню для постоянных гостей. Оу, просто изумительно. Ничего подобного раньше не пробовала. Кажется, гости в полном восторге. Какой необыкновенный вкус. Мой секрет с хрустящими бамиями точно пришелся по вкусу. Благодаря Анджум я почерпнул много нового, научился новым рецептам. Я не ожидал, что я пополню меню полезными блюдами. Потрясающе. Ничего подобного никогда не ела. Вы пробовали хрустящую бамию? Потрясающий вкус. Просто великолепный. Блюдо из хрустящей бамии произвело настоящий фурор. Я не ожидал такого успеха. В этом блюде все идеальные, потрясающие ароматы, изысканный вкус, фантастика. Я получил истинное удовольствие, сотрудничая с Анджум. Ведущая Анджум Анан. Операторы Колин Фокс, Робин Фокс. Редактор Симон Прентис. Продюсер и режиссер Марта Хаксвукс. Режиссер программы Дэвид Саймонс. Продюсер программы Эд Тейлор. Фильм переведен и озвучен на производственной базе ТПО Ред Медиа. Би-Би-Си Бирмингем